Это Вести Хакасия на телеканале Россия в студии Елена Крылова. Здравствуйте! Главные темы этого выпуска. Медицина в Фыркале будет. Виктор Зимин потребовал от кабинета министров в срочном порядке решить проблему в Ширинском районе. На пути к личному благополучию сносят стены. В Абакане грабители проломили кирпичную кладку и вынесли из офиса 2 миллиона рублей. Субтильный волк такой жил на территории Хакасии 50 тысяч лет назад. Археологи нашли скелет ранее неизвестного вида. Газовый кризис в Хакасии решат комплексно. Об этом сегодня шла речь на заседании в правительстве. Глава региона вынес кабинету министров целый ряд распоряжений с конкретными датами их исполнения. Какой выход из газового коллапса видит власть республики, расскажет Ольга Стельмах. Хакасгаз, обеспечивающий голубым топливом всю республику без пяти минут банкрот. Компания у финиша разорения. Большинство сотрудников уволились. Имущество предприятия в реализации. В результате газоснабжения в республике остается лишь в Абакане и в Черногорске. Только в этих городах Ростехнадзор одобрил состояние газовых установок. Обслуживать многоэтажки будут самостоятельные организации. В остальных населенных пунктах газ отключат. В связи с проверками Ростехнадзора установлено, что часть газораспределительных установок находится в неудовлетворительном состоянии. Там значительные и серьезные замечания, выявленные Ростехнадзором. Поэтому мы считаем, что в целях безопасности необходимо приостановить газоснабжение, что собственно и делается на территориях. Соответственно, перейти на электропищеприготовление. Перекроют топливо в Абазе, Усть-Абакане, Аскизии, в поселках Вершина Тёи, Джемчужны и Шера. Вынуждены перейдут на электричество также жители сел Подсинее, Расцвет и Белый Яр. Как перевести газифицированные дома по всей республике на электричество безболезненно для населения, а главное безопасно? Этот вопрос сегодня озвучили в правительстве Хакасии. Виктор Зимин предложил решать газовый кризис комплексно и раздал главам и кабинету министров ряд поручений. Прошу глав муниципальных образований Абакана и Черногорска обеспечить бесперебойное снабжение газом жителей газофицированных многовартирных домов на своих территориях в постоянном режиме. Кроме того, до 31 октября провести ревизию всего электрооборудования и сетей домов, где отключат газ. Комитету по тарифам энергетики проработать вопрос снижения платы за электричество всем, кто вынужденно меняет газовые плиты на электрические. До 15 ноября министерству труда решить вопрос с выплатой субсидий льготникам, посчитать необходимый объем средств для приобретения электрических плит и до 1 декабря возместить их стоимость. Немало средств понадобится и для ремонта электрических сетей. В газифицированных домах они не предназначены для больших нагрузок. Возможно, этот вопрос сегодня обсуждается. Жителям возместят затраты на ремонт. Ольга Сельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. И сегодня на заседании правительства Виктор Зимин потребовал от Минздрава Хакасии немедленно разобраться в ситуации с медперсоналом в Ширинском районе. Эту реакцию главы правительства вызвал сюжет, который прошел накануне в выпуске нашей программы. Речь идет о возможном закрытии ФАПа в селе Фыркал. Единственный фельдшер уезжает из-за проблем с жильем. Жители деревни, это 800 человек, остаются без медицинской помощи. Между тем, до районной больницы 25 километров. Более того, ездить к врачам придется на такси. Так как маршрутки зачастую переполнены. Проблема нехватки кадров общая для всего Ширинского района. 40% от всех ставок сегодня свободные. Причина та же – нет жилья. Впрочем, полное отсутствие медпомощи первыми, по-видимому, почувствует население села Фыркал. Почему как пожарная команда-то? В чем дело? Или вы считаете, что кто-то должен это сделать? Я приеду, распоряжусь выделить деньги, купят квартиру там. Почему это случилось? Ну почему? У нас телевидение знает, а мы не знаем. Там целое собрание уже жителей. Глава района молчит, министр молчит. Он сам с собой вопрос не рассосется. Принимает решение срочно. Виктор Зимин дал указания сотрудникам Минздрава лично выехать в село Фыркал и проработать все варианты. И в конечном итоге обеспечить фельдшера жильем. К теме заседания правительства мы еще вернемся. А сейчас к другим новостям. Сегодня в Абакане семья из шести человек осталась без крова. Их дом в дачном обществе «Орбита» сгорел за считанные минуты. Момент пожара. В доме было пять человек, в том числе двое маленьких детей. Все успели выбраться из огня. Дом площадью 96 квадратных метров. Выгорел полностью. По предварительной информации пожар начался с котельной. Возможно, перекалилась металлическая труба. По рассказам соседей, семья на этой улице живет уже три года. Строились постепенно. В прошлом году впервые зимовали. На улице все друг друга знают. Поэтому безучастными в беде не остались. Сейчас ребятишки находятся у соседей. То есть сразу их в тепло. То есть убрали. То есть мы сейчас вот здесь вот решаем, чем помочь. То есть они сейчас сами поехали искать, где им пока первое время находиться. Родственников нашли. В Абакане преступники сломали кирпичную стену в офис и вынесли оттуда два миллиона рублей. Все произошло на улице Итыгина. Деньги грабители забрали вместе с сейфом. Предприниматель обратился в полицию. Преступники пока не задержаны. МВД Хакасии комментирует, происшествие сегодня отказалось. Стражи порядка в интересах следствия пока держат в секрете и другие обстоятельства ограбления. Название и род деятельности фирмы также не раскрывают. Из осенних степей Хакасии в жаркие тропики Таиланда. Прежде в республике не было международных рейсов. И для многих даже сейчас транзит Абакан-Бангкок звучит как шутка. Жителям Хакасии прежде улететь за границу можно было лишь из Красноярска. Константин Кравцов о туристическом прорыве на республиканском уровне. Рейс на Бангкок такого аэропорта Абакана прежде не видел. 221 пассажир, билеты распроданы еще в августе. Кажется, сами туристы не верят до последнего, что перелет из Хакасии в Таиланд теперь не сказка, а реальность. Во-первых, не думала, что такая масса народу наберется, как бы даже не верилась, что много очень. Ну, так очень даже хорошо в Красноярск не надо ехать. Я лечу с зятем, с дочкой, с внучечкой, со сватей. Мы целой группой летим с удовольствием из Абакана. Спасибо за этот рейс. Мы очень рады, что наконец-то из Абакана можно с детьми лететь. Это намного проще, и им спокойнее, и не надо столько мучиться в дороге. Для нашей республики это, несомненно, новый имиджевый рубеж. Да и сам аэропорт, кажется, встает на крыло. К слову, Абакан – пионер в открытии чартерных рейсов среди городов с численностью менее 400 тысяч жителей. Как уверяют туроператоры, билеты в Таиланд стоят так же, как в Красноярске, около 50 тысяч рублей на двоих в оба конца. Когда мы затевали весь этот проект, мы предполагали, и мы не ошиблись, что население, количество которое захочет полететь напрямую, его будет достаточно для того, чтобы заполнить наши самолеты. Вы видите, мы не ошиблись. Люди стоят в очереди на регистрации, они все счастливы. К слову, Дмитрий Зотин добавил, уже сейчас активно прорабатывается возможность перелета из Абакана в Турцию. Но Таиланд уже стал ближе к нам. Более 5000 километров лайнер преодолеет за 6,5 часов. Из Абакана в Бангкок туристы смогут летать каждые две недели. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. И вернемся к теме заседания правительства. Еще один проект, который обсудили сегодня – сельскохозяйственный. В Хакасии убрано более 80% урожая. Аграрии боятся не успеть закончить уборочную до снега. Полностью закончил уборку Таштыбский район. Еще 4 района практически у финиша. Сложная обстановка остается на севере республики. Орджоникизовский и Ширинский, несмотря на морозы, бьются за урожай. На помощь им уже пришли комбайны Збейского и Багратского района. Однако не хватает горючего. Виктор Зимин распорядился выделить средства на ГСМ. С правительственной поддержкой, по оценкам аграриев, завершить уборку удастся за неделю, при условии хорошей погоды. В Хакасии пересчитывают зарплату учителям. Об этом сообщает сегодня Министерство образования. Напомним указ о том, что педагогам в регионах должны платить не меньше средней зарплаты, подписал президент. Первое повышение в Хакасии прошло в апреле. С первого числа оклад увеличили на 10%. И еще на 12 базовые оклады выросли с 1 сентября. По прогнозам Министерства экономики, средняя зарплата учителей в республике за 2013 год составит 26 тысяч рублей. Родители из Черногорска первыми в Хакасии получили материальную выплату в размере 100 тысяч рублей от республики за тройняшек. Сразу тройное прибавление в семье Мешковых. Две девочки и мальчик родились два месяца назад. И родители, и двое старших детей уже привыкли к повышенному интересу и ажиотажу вокруг своей семьи. Наши корреспонденты тоже напросились в гости и узнали, в чем сегодня. Неожиданно многодетная семья нуждается в больше всего. Рассказывает Анна Ахпашева. Такая суета в семье Мешковых теперь постоянно. Заботы и радости на себя разделили все члены семьи. Старшие дети первые помощники. Восьмилетний Максим практически сразу ощутил себя старшим братом, как перестал высыпаться. Сверху вода не высыпался, заснуть не мог. Когда мама уходит куда-нибудь, в магазин, они орут громко. Папа справиться не может уже. Меня зовет. Доверить детям совсем крох сегодня уже можно. Сева, Вика и Ева изрядно окрепли и набрали вес. А поначалу, вспоминает мама, малышей меньше двух килограммов даже самим было страшно брать на руки. Впрочем, освоились и к трудностям привыкли быстро. О том, что станут родителями в Кубе, узнали в самом конце беременности. Сначала я не поверила вообще врачам. Я говорю, ну, чтобы они там получше посмотрели, может что-то ошибаются. Ну, казалось, что не ошибаются. Сразу там на особый контроль поставили. То есть постоянно больницы, там УЗИ смотрели. Ну, конечно, врачи у нас молодцы в женской консультации. Спасибо им огромное. Вот. Хотели вообще отправлять в перинатальный центр, но в Красноярске нас не приняли. Мы рожали здесь. Ну, нам здесь неплохо было. Я, в принципе, даже и не хотела ехать там куда-то в Красноярск, потому что здесь уже всех врачей знаю, уже как-то и доверяю им, и все. Сегодня первые приятные бонусы к своей многодетности Мешковы уже получили. За рождение тройни от республики выдали 100 тысяч рублей. Помогут оплатить и няню в месяц. Будут выделять чуть более 4 тысяч. Коммунальные услуги тоже станут дешевле на 50%. Положен и материнский капитал – 408 тысяч рублей. Но и это еще не все. Дополнительно к нему региональный материнский капитал в размере 100 тысяч. Региональный материнский капитал семья может направить на улучшение жилищных условий, на обучение детей и на лечение детей. В планах у Мешковых начать строительство дома на участке, который тоже теперь полагается им как многодетным. Но все это в будущем. Собирать документы признают сегодня просто некогда. Важнее насущные, каждодневные проблемы. И, кстати, одна из них – отсутствие коляски для прогулок. Специальная трехместная стоит около 80 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи неподъемная. Впрочем, этой проблемой уже озадачены специалисты Министерства труда и социального развития. Уникальной семье обещали помочь. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Добавим, сегодня в Хакасии тройняшки живут в трех семьях. Две в Черногорске, одна в Абакане. Наши корреспонденты встретились с семьей, которая 12 лет назад в одночасье стала многодетной. Репортаж смотрите в программе Вести, Хакасия, события недели в воскресенье в 10 часов 20 минут. Отделению Красноярской железной дороги не хватает квалифицированных специалистов. А с открытием нового ЖД направления Курагина-Кызыл проблема с кадрами станет еще острей. Чтобы этого не случилось, руководство Красноярской железной дороги уже сегодня пытается привлечь к себе потенциальных железнодорожников. Так по Хакасии и Красноярскому краю в эти дни курсирует агит-поезд Краевого института железнодорожного транспорта. Тему продолжит Олеся Калиниченко. Сегодня остановку агит-поезд сделал в Абакане. В ДК «Железнодорожник» студенты и преподаватели рассказали старшеклассникам о перспективах работы в РЖД. Приглашали учеников Абакана, Минусинска, Черногорска, Аскиза и Абазы. Там, где есть крупные станции, а соответственно нужны рабочие руки. Откликнулись только школьники Абакана. Я хочу связать свою будущую профессию с Красноярской железной дорогой. Я всегда думал, что железная дорога – это престижно, это занимательно. Всегда смотрел в детстве на железную дорогу. Мне это вообще нравилось. Сегодня на Абаканские станции Красноярской железной дороги требуются самые разные специалисты. Начиная от строителей ЖД-путей и заканчивая техническими специальностями. Такой высокий спрос связан с интенсивным развитием направления Абакан-Тайшек-Междуреченск. Грузоперевозки на этой линии увеличиваются, а пропускная способность пока отстает. Пропускная способность недостаточно нашего участка, нашего Абаканского региона. Поэтому возникла проблема для перевозки в больших количествах грузов. Строить дополнительные участки, то есть двухпутные участки, развивать станции. Тем самым осуществить более пропускную способность этих грузов на восток. Соответственно, чем больше пропускаем грузов, тем больше приток финансов в нашу экономику. По словам руководства Красноярской железной дороги, увеличение количества рабочих мест повлечет за собой развитие инфраструктуры. В этом году на станции Саянская впервые за долгие годы железнодорожники построили детский сад. Действует программа, обеспеченная жильем молодых специалистов. Ощущается значительная востребованность молодых специалистов, технических, в первую очередь, направлений подготовки и среднего и высшего профессионального образования. Поэтому, конечно, и Красноярская железная дорога, и наш институт настроены на то, чтобы к нам пришли выпускники именно из республики Хакасия, которые в дальнейшем вернутся сюда и продолжат развитие данного направления, будут работать. А гид поиск Красноярского железнодорожного института уже побывал на станции Саянская. После Абакана в поисках потенциальных абитуриентов преподаватели отправятся в Красноярский край. Алиса Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Хакасия стала родиной настоящего открытия в биологии. В одной из пещер на территории республики московские ученые Института археологии и этнографии Российской Академии Наук обнаружили кости вымершего волка ранее неизвестного вида. Представители этого вида, по мнению ученых, жили в эпоху плейстацена вместе с шерстистыми носорогами, бизонами, мамонтами и пещерными медведями. Параллельно с гигантами существовали и животные помельче, и вот о некоторых из них до недавнего времени ученые ничего не знали. Судя по внешнему облику, костным останкам волка не менее 40-50 тысяч лет череп меньше и более слабый, чем у волка обыкновенного. Поэтому новый вид ученые назвали Канис субтилис, волк субтильный. Этот хищник явно проигрывал по всем физическим параметрам обычным волкам. По мнению исследователей, обитая в Хакасии, на Алтае и в горах Восточного Саяна, он не дожил до наших дней, поскольку не выдержал конкуренции. Напомню, что новости нашей телекомпании можно смотреть и в интернете, адрес сайта вести.дфикс.хакасия.рф. Оставляйте свои сообщения и комментарии, каким бы ни было ваше мнение. Нам важно его знать. И на этом у меня все. Берегите себя.